В Пинском районе во время Великой Отечественной войны фашистские оккупанты сожгли дома и массово уничтожили население 61-й деревни. Две из них семенчи и проходы не восстановились. Одной из самых трагических страниц войны в нашем регионе стала история Любельполя. Она находилась в зоне действия партизан. В июне 1943-го фашистские каратели сожгли деревню Дотла вместе с жителями. Известно, что Любельполь, как и Хатынь, уничтожил 118-й карательный батальон охранной полиции. В огне и от пуль погибли тогда 105 жителей этого населенного пункта и соседние вульки. Это были старики, женщины и дети. 10 июня 1943 года в 5 часов утра 130 человек мирных граждан были уничтожены. В настоящее время органами прокуратуры установлено, что в годы Великой Отечественной войны нацистские оккупанты и их пособники уничтожили полностью, либо частично свыше 12 тысяч сел и деревень. Причем о более трех тысячах из них до возбуждения уголовного дела о геноциде сведений не имелось. С каждым днем открывается все больше фактов о геноциде белорусского народа в годы войны. Деревня Любельполь, Полесская Хатынь – память священа для живущих под мирным небом благодаря жертвам и храбрости старшего поколения. В день годовщины трагедии почтили память погибших. Это приобретает особый смысл, когда в стране расследуется уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Мы уже традиционно, ежегодно и в этот день, а также в день уничтожения Любельполя проводим здесь мероприятия для того, чтобы наши дети не забывали о тех страшных последствиях, которые происходили, те злодеяния, которые вытворяли эти нелюди, фашисты и их пособники, чтобы всегда помнили, что только мир и мирное небо над головой, созидательный труд дадут возможность жить и процветать. Страшная участь постигла многих. За время войны в Беларуси в Арварске уничтожены гитлеровскими захватчиками более 10 тысяч деревень. Как суровое напоминание потомкам, хранятся сожженные деревни печали тоску погибших. Проходят года, но не стереть из памяти тяжелые годы войны, которая обошлась для белорусского народа столь дорогой ценой. Я проводил урок памяти. Это был первый-второй курс. Сначала, да, они сидели там как-то о своем чем-то. Потом, когда я начал им рассказывать, стали более сосредоточены. Но когда им показали документальные фильмы о тех событиях, а это и Логишин, и Любельполь, и детский лагерь в Брестском районе, практически все задумались, сидели молча. Это говорит о том, что люди все-таки понимают. И это не взрослые люди, а это дети, подростки. То есть у них возникают какие-то ассоциации. Они это запомнили. Поэтому я считаю, что такие мероприятия очень нужны. И уроки памяти, и выезд на место, и показать, и объяснить, и рассказать. Обелиск в память об этой жуткой трагедии Полесской хатыни установили в Любельполе в 1963 году. На памятнике начертаны имена тех, кто пал смертью храбрых, и тех, кто был сожжен. Траурный митинг состоялся в День памяти сожженных деревень. Он отмечается в Беларуси 22 марта. Памятнику жертв войны возложили цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова